На каких устройствах записывали раньше информацию о перфокарте? Что такое перфокарта? Все помнят, да? Все знают. Это такие карточки, картонные. Чтобы не перепутывать, с какой стороной она лежит, все перфокарты были устроены таким замечательным образом. Здесь был такой срез. Один и тот же у всех. Дело в том, что после того, как мы сделали такой способ прямугольника, его уже невозможно положить не той стороной, потому что вы выделили на него угол. И все, да? Так вот. А дальше? Мы вспомнили, что были еще перфокарты. Да, перфокарта использовалась вот для чего. Там пробивались дырочки. Просто вертикально пробиваются несколько дырочек, и это означает какую-то там цифру, или букву, или какой-то другой знак удобно. Потому что на просвет читаете, то есть перфокарту можно было читать даже, что называется, без всякого считывающего устройства. Вот вы сейчас не можете жестко делать с компьютера, взять и посмотреть на него, и понять, что нам не сна. А перфокарту можно было и без компьютера, можно было прочитать, да и верфолеты тоже. Вот. Замечательно, замечательно, замечательно. А вот дальше вопрос. Когда примерно были изобретены перфокарты? Нет, вы умолчите. Вы там были, я знаю. Что? До нашей эры. До нашей эры это хорошо. Это я представляю, древние римлянии ходят с перфокартами. Перфокарты нужны для того, чтобы записывать информацию для компьютера. Конец 60-х годов, какого века? Прошлого. Какого все-таки? 20-го. 20-го. Давайте поймем, как вы это вычислили. Говорите, говорите, как вы это вычислили, примерно? Никак. Кушечки никак. Компьютеров, наверное, в 19-м веке точно не было. Компьютеров в 19-м веке точно не было. А что было в 20-м? В 20-м веке, в середине 20-го века возникли к компьютеру. Это правда. Сначала они были исламики, потом постепенно они развивались и наживались. Замечательно. Значит, постепенно для них потребовалось устройство для хранения информации. Да, где-то в 60-е годы. Оперфокарты были исполнительные. Замечательно. Ну и где-то так, к концу 80-х годов, они, что называется, исчерпали. Потому что возникли дискеты, там, всевозможные моментные записи. И стало удобнее без них, потому что придумали более мощное средство записи информации. Так вот, ребята, это абсолютная неправда. Это абсолютная, полная неправда. Кто-то на том занятии, что он полез в Гугл, и спросил, что называется, Гугл, когда были изобретены перфокарты. И получил ответ. В 1832 году. А что? А зачем они тогда? В 1832 году. Компьютеров не было. А перфокарты были. Вручную считать для калькуляторов. Для каких калькуляторов? Калькуляторов тогда тоже не было. Почему не было? Калькуляторы возникли гораздо позже компьютера. Что? Закодированный язык. Компьютеры вначале были размером с жилую комнату. Я наделу на глинингарте к пищевой машине. А что вы на пищевой машине языкодировать сможете? Абсолютно непонятно. Давай я сейчас. Ребята, это замечательная система. Смотрите, компьютеров еще нет. А инженеры уже изобретают для них, как хранить информацию. Ситуация взрослых годовская, правда? А тем не менее, это было так. Это было так. Смотрите, то же самое. Компьютеров не было. А математики уже думали о том, что же такое двоичная система. И так далее. Ребята, два года назад мне повезло оказаться в городе Цюрих. Это в Швейцарии. И там был музей, посвященный истории, собственно, Швейцарии, в том числе и всяким войнам. Ну и представьте себе, иду я по музейным залам. Все интересно, замечательно узнаю. И вдруг вижу пушка. Нет, ну что, там много всех оружия, в том числе и пушка. С длинным спалом. Очень симпатично, что называется, сделанное. Пушка и пушка. Читаю. Фирма Круппа. Крупп это всякие сталинитейные обрабатывающие предприятия. Они много всего делали. Немецкая фирма, да. И вдруг читаю. Тысяча восемьсот, даже не помню, то ли сорок какой-то, то ли пятьдесят какой-то год. Середина девятнадцатого века. И подпись. Сенитная пушка. Противовоздушное оружие. А я знаю. Я знаю. Я это рассказываю, да. Противовоздушное оружие, да. Вот. Я в полном шоке. Я не понимаю, извините, куда-нибудь собрались стрелять. Если самолеты были изобретены в начале пятнадцатого века. По что он был убеден? Нет. По что он был убеден? Смысленно, что он был убеден. Самолеты в двадцатый век выявились. Всерьезно боевая авиация была использована в Первую мировую войну впервые. До этого боевой авиации не было. Вот. Ребята, и тут в этом музее для таких вот, как я, вдруг две картины. Одна картина. Солдаты там на боевой позиции, там откуда-то куда-то что-то там тащат. И один из них, раненый, с ужасом смотрит в небо. На соседней картине изображен здоровенный воздушный шар, на котором человек с винтовкой стреляет вот в этого самолета. Типа воздушный шар. Нет. Воздушный шар. То есть там есть, я не знаю, корзина для, собственно, экипажа. Там один или два человека им управляют. Вот. Он не такой уж и большой, но тем не менее хватает для того, чтобы человека поднять. Ребята, выяснилось, что воздушные бои на полном серьезе были в 19 веке. Ребята, не было бы сразу авиации, если бы до этого не было всевозможных опытов с воздушными шарами. Не было бы сразу, там, тех же самых пушек ПВО, если бы до этого в 19 веке не делали бы пушки для того, чтобы с этими самыми воздушными шарами сражаться. Так вот, здесь то же самое. Господа, действительно, в 1832 году для переписи населения, для хранения статистических данных были сделаны перфокарты и устройства по чтению и обработке. Это происходило, разумеется, в США. Ребята, в общем, запомните, пожалуйста, очень важная история. 1832 год. Это в России даже не думают о том, чтобы отменять крепостное рабство. Понимаете, да? Крепостное рабство будет отменено в 1861 году. То есть до 61 года люди у нас не имели... Да-да-да, личные свободы. А в то же время в других частях света все было по-другому. А в других частях света были какие-то там изобретения, какая-то наука и так далее. То есть в это время в США изобретали то, из чего потом, через сто с небольшим лет, появится продукт. То есть в 1832 год люди уже использовали. Это не для прибыли, а для того, чтобы хранить большие объемы информации, не на бумажках. Помните, Гоголь писал про чиновников, которые переписывают... Да? Помните? Страшная работа чиновника, там, Акатий Акатийевич сидит, пишет, пишет, пишет. Это же было действительно тяжело. Потому что вы должны ни разу не ошибиться, эти цифры там переписывать, документы один, другой. Сейчас все легко, компьютеры легко огромные объемы информации перерабатывают. А тогда для того, чтобы с ней справляться, были перфокарты. И они действительно хранились огромными пачками, огромными типами, по много тонн этих самых перфокарт. И пропускались через эти счетные машины, которые обрабатывали, получали информацию и так далее.